Опять я сейчас нахожусь на том месте, где происходили страшные, ужасные вещи. Ноги валялись. Представляете, туловище здесь, вот здесь лежало туловище, я прямо покажу сейчас, вот здесь лежало туловище вот здесь, а здесь валялись ноги. Представляете, сейчас поправлю. Кошмар какой-то, опять занесло меня непонятно куда. И построили в честь этого, а какого события? Террористический акт. Взорвали Александра Второго и построили ему памятник, вот такую огромную. Что вы думаете, просто так опять пришел? На исторически серьезную локацию построили такой огромный храм. Это памятник Александру Второму. Александра Второго, ребята, извините меня, надо знать. Вы по-любому знаете его по реформе, самое распространенное. Это отмена крепостного права и еще целый килограмм реформы. За что, ребята, за что? Какая жестокость. Взрывать людей. Сумасшедшие психопаты. Столько добра наделал. Я не знаю, блядь. Взять ноги, оторвать человека. Ёб, Макарю. Давайте в этом, во всем поковыряемся, покопаемся, как говорится, в носопырочки в нашей Ксюшеньку-Козюленьку вытащим. И узнаем, а почему все так паршиво произошло с Александром Вторым. Называется эта передача простым языком. А почему она так называется? Да потому что все я буду рассказывать, как вот на кончиках пальцев, чтобы все понятненько было, ясненько было. Без этих речей всяких культурных, интеллектуальных. Без словечек, которых хрен поймешь, что значит это словечко. Простым языком. И наден очки, чтобы это слепительное солнце не слепило мне в глаза. О чем я... А, Александр Второй стал императором после смерти своего батьки Николая Первого. Время было у нас в России паршивое, поганое, отвратительное, как говорится, как всегда. Хотя нет, сейчас-то мы вроде нормально. Сейчас-то нормально. Не, припусти, не нормально. Мы живем, что сказать. Шучу, конечно. Время было так себе. А почему? Потому что Александр Второй стал императором в тот момент, когда мы воевали. А воевали мы с Европой. Вся Европа была против нас. Англия, Германия, Франция, Турция. Все нас почему-то ненавидели. Или, может быть, мы их ненавидели и с ними воевали. Но суть у нас не об этом. В этой игре... Игре. В этой войне, называлась эта война Крымская, мы проиграли. А почему? Потому что... Во-первых, на Черном море у нас был флот. У них тоже у всех был флот. А мы плавали на этих самых... На байдарках. Трехместные такие байдарочки. А они все уже на пароходах плавали, на серьезных. Стреляли мы из деревянных каких-то вот этих вот, которые стреляют этими присосками. А у них были серьезные ружья. Они стреляли уже из нормальной, четенькой... По тем временам двухстволочки. А все почему? Потому что во всей Европе везде были понапичханные заводы, фабрики. Как говорится, промышленность конкретно уже была развита. А у нас с Гулькин... С Гулькин вот маленький носик. Не было ничего. И поэтому мы плавали на резиновых лодках и стреляли из лука. Войну мы эту проиграли. Страна слабенькая и естественная. Надо что-то менять. Сам по себе Александр Второй был консерватором. Опа! Кто не знает слово консерватор, это те чуваки, которые за всю движуху, которая была до этого. Ну вот как их предки жили по вот этим вот всем канонам. Они хотят этим канонам всем сопутствовать. Нормально, да? Я объяснил. Он был консерватором. Ну а у ли тут консервировать, когда мы стоим... Не то чтобы Россия стоит на месте. Как обычно, Европа на сотню лет вперед, а мы на сотню лет назад. Ну, может быть, не на сотню, там, на 200, на 30 лет, я не знаю. Ну, короче, Россия отстает. И вот, Александр Второй думает, все, ребята, надо мутить реформы. И реформ он намутил целый килограмм. Давайте, первая реформа, отмена крепостного права. Свобода, аллилуйя. А для чего? Для того, чтобы, во-первых, надо понатыкать заводов, а на заводах должны кто-то работать. А кто будет работать? Когда все пашут землю в деревнях, крестьяне... А для того, чтобы крестьяне пошли работать, их нужно освободить. Военные реформы раньше, при Петре Первом, служить нужно было. Знаете, сколько? Охренеть. Всю жизнь ты должен, как солдат, служить в армии. Слава Богу, я живу не при Петре Первом. У меня плоскостопие. После Петра Первого, там, 25 лет, Александр Второй сделал так. Шесть лет ты служишь в армии, а потом, ну, типа, срочная служба. Если вдруг война, ты сразу же, хоп, грамотный ход для того, чтобы не содержать армию. Судебные реформы. Появились 12 присяжных. Знаем, да, кто это? И адвокаты. Теперь адвокат мог защищать человека, которого обвинили в каком-нибудь преступлении. Реформа? Реформа. Железных дорог не было ни хрена. В эпоху правления Александра Второго вся Россия была заполнена железными дорогами. Ну, не красава? Красава. Земля наша русская по территории увеличилась. Можете посмотреть, как было. И при правлении Александра Второго как стало. Ну, хотя он, конечно, кто, как вы думаете, Аляску продал америкосам? Это был Александр Второй. Не Екатерина Вторая, Третья, Четвертая. От очевидцев того времени мне на ушко шепнули, и я слыхал, что он уговаривал америкосов купить Аляску. И даже взятки закидывал там по соточке тысяч рублей в Конгресс, чтобы они, в американский Конгресс, чтобы те проголосовали, типа, ладно, хрен с ним, покупаем Аляску. Еще были реформы, просто я не хочу об этом, обо всем рассказывать. Это займет целую вечность, минуты три точно займет. Поэтому давайте остановимся. Во-первых, какого хрена? Столько всего вроде хорошего делает, а на него, между прочим, было восемь покушений. Бедолагу взрывали, стреляли в него. За что же ненавидели? Давайте начнем с нашей такой основной темы, это отмена крепостного права. Вроде бы все классно. Первый бонус. Ребята, крестьяне, теперь вы свободны. И если вдруг ты, парень, захотел жениться вон на той девчонке, тебе не нужно спрашивать разрешение у твоего барина. Отмена. Второе. Тебе достается совершенно бесплатно твой дом, в котором ты жил. И твой двор, там где вот мангал стоит, все вот эта беседка, тоже тебе даются бесплатно. А та земля, послушай внимательно, крестьянин, и тебе еще дают землю, но она, к сожалению, будет не бесплатна. Мы даем тебе в ипотеку под 6% годовых на 49 лет. Но ты должен 20% заплатить барину, а 80% мы тебе и дадим, бабусов, в ипотеку, которую ты будешь отдавать каждый год. Ну, под 6% годовых всего лишь, брат, 6%. Ха, ты еще не знаешь, сколько будут платить они в 21 веке. Нормально, 6% это ништячок. 49 лет всего лишь, братишка. Присекли, да, тему? Я крестьянин, я должен заплатить в течение, как накоплю, грубо говоря, но каждый год что-то должен отстегивать все равно, 20% бабосов. Барину своему этому, любимому, государство. Уже барину, они помещикам эти 80% за эту землю отдали. Говорят, на, у него уже все это есть. Ему осталось только 20% эти забрать, которые должен ему крестьянин. А крестьянин, то есть ему нужно сейчас скопить на 20%, чтобы этим отстегнуть барину. И 80% каждый год он должен в общину крестьянскую отдавать. Сформировали общину. Ну, грубо говоря, мы живем в поселке, в этом поселке есть община. Все крестьяне туда каждый год должны скинуть ловешки. И если ты, крестьянин, не смог за год накопить ловешки, община за тебя эту ловешку отдаст государству. Но при этом будут угорать другие крестьяне. Например, я такой отдал свое бабло. Ко мне подходит чувак из общины и говорит, слушай, тут вот там Калян со своей семьей не смогли отдать ловеху, поэтому мы тут на всех раздербанили. Накинь-ка еще там десяточку. А ты представляешь, если я не заплачу бабосов как крестьянин, каких дюлей мне могут навешать мои кореша крестьяне из моего поселка? Самый прям офигенный момент, который мне больше всего понравился, это пока ты отдаешь барину эти 20% за землю, ты должен исполнять те обязанности, которые исполнял до этого. Первая обязанность. Платить ему тот оброк, который ты раньше платил. Из того урожая, который ты собрал, ты же раньше отдавал 95% барину, и сейчас ты то же самое отдаешь, грубо говоря, 95%. Но все равно они один хер отдавали барину больше, чем себе только на еду оставляли. Так жилось, ёкарный бабай. Пока ты 20% не отстегнешь барину, который ты ему должен, ты платишь этот оброк как раньше, и являешься его слугой как раньше. Работаешь по хозяйству, в его доме, туда-сюда. Крестьяне угорели до такой степени, как раньше никогда в жизни не угорали. В тот период был жесткий голод среди крестьян, и педалаги дохли просто от того, что им нечего было жрать. Классная реформа. Саша, молодец. Некоторые крестьяне думали, да ну, все в жопу, надо валить отсюда, хрен с ними, с этими землями, надо идти в город. Там уже строятся заводы, будем там работать. Заводов было не так уж и много. Глобальная безработица, и выбирать крестьянину не приходится. Заработную плату, которую платили на этих заводах, тоже он там не мог особо выбирать, потому что платили, естественно, копейки. Они жили в бараках. Один работает, другой спит. Потом пришел с работы, они поменялись местами, и этот лег спать на его койку, а тот пошел махать кайлом. Для такой степени были крутые работодатели, что они могли штрафовать за всякую чепуху. Например, если вдруг ты на работе решил запеть песню. Тебя могли оштрафовать наполовину, либо, говорит, сегодня, чувак, ты без зарплаты, потому что ты решил спеть. Тебя могли оштрафовать за то, что ты просто косо посмотрел на мастера. Надо отсюда валить. Придется прятаться от дождя в машине. А что делать? Не мы такие, жизнь такая. Зачем все хотели убить Александра Второго? Крестьяне, понятно дело. Натворил делов тоже, подарил свободу. Александр Второй нанял на работу одного армянина. Мужик военный. Турков там мусолил в русско-турецкой войне. Грамотный дядя. И он назначил его тем пассажиром, который стал отвечать за эти террористические расследования. Что сделал этот армянин? Он подтянул всю эту негодовавшую знать. И говорит, ребят, давайте посидим там, чаек, кофеек, шампусик, там, кальянчик, покайфуем. И поговорим нормально. В чем претензии? Зачем? Все. Почему? Что хотим? Они ему надавали раскладов о том, что хотят. Оппозиционеры говорят, ну вот, хотим, чтобы мы тоже как-то влияли на какие-то государственные дела, какие-то реформы предлагали свои, их обсуждали, там, бла-бла-бла. Этот армянин, фамилия его вот такая. А что, я должен помнить все фамилии и имена эти? Нет, я не помню. Он всю информацию собрал, никого не перебивал. Эффективная коммуникация. Приходит к Александру Второму и говорит, ну вот так-то, так-то. Наша оппозиция хочет вот того сего, типа, хочет что-то там решать. Давай, говорит, вот я написал бумагу, вот такое вот огласим. И я думаю, все будут довольны. Он говорит, а что за бумага? Говорит, ну читай. Там было написано, давайте будем собираться, какие-то решения вместе решать, не решать. Решать, говорит, будешь ты, Александр Второй. А они пускай думают, что они решают. А решать будем мы. А они будут думать, что это они решают. И как раз-таки эту конституцию. Так, давайте очень грубо это обзовем. И хотел показать эту конституцию людям. Не успел. Александра Второго взорвали. И ноги ему оторвали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Убийство императора в этом месте. Итак, едет карета императора. Вокруг охрана. Подбегает пацанщик и кидает под карету. Бомбу! Карета проходит мимо и взрывается позже. Короче, лоханулся пацанщик. Зевак много было. Их ранило. Валяются раненые охранники. И Александра Второй. Но ее, макарю, нет, чтобы валить, сказать своему кучеру, жми на мех. Нет. Выходит из своей кареты. Смотрит мальчонка молодой. Там лет 12-13 валяется мертвый. И что-то вот как-то вот, видимо, так паршиво стало на душе у Александра Второго. Как вы, блядь, уже достали вот со своими бомбами, этими выстрелами. Смотрят охранники, валяются его там. Кто раненый, кто мертвый. Грусть на лице нарисовалась Александра Второго. И подходит еще один пацанщик. Вот так прямо в упор так вот кидает ему в ноги бомбу. И они вдвоем с ним взрываются. Вот здесь прямо там. Один сидит такой еле живой. Террорист, смертник. И Александра Второй. Одна нога еле болтается, вторая оторванная. К нему подбегает там один из его приближенных. И Александр Второй говорит. Домой говорит. К жене прощаться будем. Дома буду помирать. Привезли домой. Врач приехал. Боткин, кстати. Боткинская больница, знаем? Он пришел, Боткин. Говорит, ну, ёп. Моя говорит. Жена забежала. Слезы, мезы там все. Дети все прискакали. Смотрит батя без ног. Все дела там сидит. Там вся тут царапина. Там кровища там все. Помер все, умер. Все-таки убили человека. И что изменилось? Ни хрена. Как крестьянам было херово, так и им было херово. В 1905 году была революция. Одна из первых революций. Восстание крестьян. И государство сказало. Ребята, все-все, мы все. Вырубаемся во все эти моменты, нюансы, элементы. Мы от всей души хотим подарить вам подарок, бонус. Те бабосы, которые вы должны за землю, за свою, они же еще должны платить. Все, больше не надо. Больше не надо. Хватит платить. Все, давайте на этом порешаем. А когда подсчитали, оказалось, что в общей сложности крестьяне в три раза переплатили за эти годы до 1905 года. В три раза. Полтора миллиарда примерно они заплатили за все время. А должны были, по идее, за эту землю заплатить полмиллиарда. Примерно вот столько. Глобальная. Глобальная. Что, опять дотик, что ли, пошел? Ну, еб, макарек. А я вам так скажу, что меня эта вся история заинтересовала после прочтения Анны Карениной «Льва Николаевича Толстого». Помимо того, что в этом романе описываются вот эти вот шуры-муры, там еще описывается судьба одного героя. Поганая память у меня на имена. Чего тут греха таить? Но один из героев, главных также в этом романе, является портотипом Льва Толстого. Грубо говоря, он пишет о себе. А у него свое было видение по отношению к крестьянам. Он помещик, они крестьяне. И он, как ни крути, хотел сделать очень красиво для крестьян. И в этом романе описываются исторические аспекты поведенческие, мещан и крестьян. И то, как Толстой видел, как можно грамотно все организовать, чтобы крестьянину было хорошо. И он в целом так и сделал в этом романе. И, как я понимаю, и сам Толстой при жизни так и сделал. Интересно. Советую прочитать. Спасибо за просмотр этого видоса. Не забываем ставить лайки, писать комментарии. А когда вы пишете хорошие комментарии, я обязательно их читаю, я на них отвечаю, я ставлю сердечки. И хорошие комментарии всегда мотивируют меня на то, чтобы снять еще какое-нибудь хорошее для кого-то познавательное, а для кого-то, может быть, и негодующее видео. Ну, типа, кому-то я неприятен, возможно. Будем стараться. Чакаган. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok